ну вот сегодня я снова осквернюсь и буду рисовать по фотографии вчера я гулял вот по улице может быть покажу сюжет что я там нагулял другое дело что мне не очень даже уже хочется показывать эти сюжеты поскольку ну вы знаете я там на улицах как архитектор своим профессиональным взглядом вижу сплошной негатив понимаете ну как мне быть молчать не умею поэтому ну не знаю то есть как бы врать не умею но молчать видимо придется но вот тут вот этот вот здание про него уже тысячу раз говорил вообще такая несуразность во всем ладно ладно я сел рисовать поэтому откладываем негатив попробуем что-нибудь сделать на позитиве а речь то о том что ну как бы я хочу все-таки делать свои прогулки по иркутску ну сегодня зима холодно мороз я простыл я вообще сегодня никуда не пошел и видим ближайшие дни буду лечиться так что если буду шмыгать ног за собой извините вот далее ну вот и вчера я наснимал там и видео и фото и сегодня я сам-то для себя я в общем то наверное не стал бы это рисовать вот так по фотографии особенно мне это не доставляет особого удовольствия понимаете тем более вот такие виды если уж работать по фотографии как дизайнеру я уже объяснял то только для того чтобы эту работу продать чем я вообще-то может быть и займусь ближайшие дни потому что ну тут новый год глядишь что-нибудь еще и действительно сделаю на продажу но повторяю это будет не искусство это будет дизайн я это четко различаю что я сейчас делаю почему я сейчас фотографии буду рисовать а потому что с фотографии можно рисовать в двух случаях профессионально это для дизайна у дизайна разные задачи компьютер книжная графика там какая-то реклама в общем то работы даже для сувениров на продажу то есть все это допускает работу с фотографиями обработку фотографии и просто срисовку фотографий но это никак не назовешь живым честным искусством да вот второй случай когда позволено скажем так ну я не говорю про дилетантов а про вот честных художников скажу когда честному художнику позволено работать с фотографией второй случай это в качестве обучения ну да сидят люди в комнате там в аудитории конечно на улицу не пойдешь а какие-то приемы все равно можно показать приемы например уличного рисования хотя они конечно ущербные и как я говорю кастрированные сегодня у меня тоже учебная задача мне вот я вспомнил про свои кисточки вот эти вот хочу их показать и хочу сам попробовать я все время экспериментирую сам то есть вы не думаете что есть только для вас все это делать да нет я так сказать приятность полезным сочетаю мне самому интересно я вот сегодня перебирал свои работы там бумаги вот нашел такой вот альбомчик быть не альбомчик это склейка так называемое видите на картонке вот на картонке наклеена бумага в несколько слоев здесь вот их несколько слоев и я помню что этот склейку для меня оказалось неудачное это знаете что она очень рельефная это конечно интересно это очень-очень рельеф на бумага Смотрите какой рельеф замечательный Видно, нет? Вон какой, видите? А вы думаете, откуда этот рельеф взялся? Вы думаете, это дорогая-дорогая какая-то там по 500 рублей бумага? Нет, это обои, обратная сторона обоев, я часто этим пользуюсь. Я уже говорил, что я высмеиваю и критикую вот эту дороговизну наших бутиков, когда наживаются на искусстве, поэтому мне интересно вообще использовать недорогие материалы, и я это сделал. Не совсем удачно, потому что бумага всё-таки эта обоиная достаточно тонкая. Это всё можно использовать, это не недостаток, их просто надо использовать. И вот видите, здесь вот эти подчеркушки, это остатки предыдущего листа. Я рисовал, когда она тонкая, она просвечивает, а я сейчас всё равно это использую. Вот. И она склеена, потом, когда я нарисую, я это сниму, и у меня получится картинка. Она получится не на продажу, по той простой причине, что вот этот вид, как я сам знаю, ну что, перевернулся. Эй, повернись. Вот. Вот этот вид, который я сейчас нарисую, он никому не нужен, его покупать никто не будет. Вот. Поэтому я, бессеребренник, я тут посмотрел, в словаре уточнил это слово, бессеребренник, да, я вполне под этот термин подпадаю. Но мне интересно, мне вот это интересно, вы уж меня простите, что я буду рисовать интересные для меня вещи. А в чём интерес, я объясню. Видите ли, для покупателя, который покупает сувениры себе на стену, я не знаю, ну, может быть, он живёт в этом доме. Может быть. Ну, у меня есть, конечно, расчёт не просто на обывателя обычного, которому нужны красивые картинки. Даже если я буду делать на продажу, даже если буду делать, я всё равно буду рассчитывать на ценителя графики, на ценителя искусства, по большому счёту. Поэтому, в принципе-то, для художника без разницы, что рисовать. Он может взять и безобразный вид совершенно, да, и превратить его в произведение искусства. Вот я сейчас это попробую сделать. Я не гарантирую ничего. Вот видите, чистый лист, да ещё и испорченный бумагой, да ещё с сомнительным вот этим вот качеством, очень тонкое. Поэтому я больше буду экспериментировать. Получится, получится, не получится, выкину. При этом я решил, значит, это сделать в качестве акварельного скетча. Я уже объяснял, что акварельным скетчем я позволяю назвать рисунок линии и саму акварель. Но не раскрашенное, а именно сочетание пятна и линии. Вот. Это буду делать в этом варианте. И поэтому я решил взять флейтс, да, ну, то есть сделать широкие такие мазки, не вдаваясь в подробности. Это тоже из приёмов. Это тоже приём, так сказать, художественный приём. Именно художественный приём, поскольку обобщение должно быть. Вот флейтс широкий даёт мне обобщение. Вообще, как я уже говорю, чувство меры в искусстве, главное чувство меры. А чувство меры определяется действительно мерой. То есть надо отмерять и убирать лишнее, убирать лишнее. Вот чувство меры это убирать лишнее. Короче, я решил взять флейтс. Потом подумал, думаю, а я же всё время хочу имитировать. Я же тоскую, ностальгирую по пленеру. Я же всё равно, я сейчас даже имитировать пленер хочу, мне это всё равно. И даже не поэтому. И даже не поэтому. А вот то, что я сейчас буду говорить, это просто один из способов проявления стиля, выявления стиля. Вот взять флейтс – это одна кисточка. Потом взять кисточку другую, ну то есть для мелких деталей. Потом взять перо, потом взять ещё что-то. И всё. Начинается без стиля. То есть кисточка такая, кисточка сякая. И вот как только ты перепутаешь больше, как знаменитая Святая Троица, больше трёх предметов, больше трёх инструментов, больше трёх цветов в живописи, больше трёх, как только ты четвёртое что-то возьмёшь. А лучше всего два, дуэт. Дуэт лучше всего. Триу ещё куда не шло. А вот четвёртое что-то, по крайней мере, в живописи четвёртая краска – это уже грязь добавит только лишь. Так и тут. Так и тут. В идеале я всегда мечтаю рисовать только одной кистью. Вообще, вот не применяя даже, не применяя даже никаких средств для… Да, кстати, мне надо же достать вот это вот. Но я сегодня всё-таки буду делать двумя стиль. Ну вот я решил. Смотрите, что я вспомнил про вот эти китайские кисти. Видите, я как-то про них рассказывал. Только эти китайские кисти, они китайские, да, ну, современные уже, современные. Они, смотрите, чем они хороши? Она очень широкая. Это кисть для каллиграфии называется. Да, она ещё вот к тому же, как брошпен, набирает воду. Правда? Правда. Воду она набирает плохо. То ли потому, что у меня здесь засохло, то ли ещё почему. Но вот в этой кисточке вода набралась, ещё не вытекла. А там она, по-моему, даже сама и вытекла. Вот. Частично вытекла вода. Набирается достаточно плохо, но набирается, тем не менее. Я их взял буквально для эксперимента. Воды в них очень мало. Вот видите, сколько поршень набирает воды. И какое огромное вот это вот у кисточки этот, как его назвать, хвостик. Вот. То есть для полноценной работы акварелью, конечно, это не годится. Вообще, наверное, эти кисти задуманы для туши. Вот сюда надо набирать тушь. И, может быть, туши тогда хватает для какого-то письма, каких-то там иероглифов на один раз тоже. Потому что мало, мало. У любого даже вот такого брошпена, видите здесь сколько воды или туши. Но туши столько много как раз не надо. А вот воды бы не помешало много. Поэтому в идеале, если бы вот к этому поршню приделать вот эту вот штуковину, может быть, я это и сделаю. И тогда здесь воды будет очень много. Для чего? Ну да, действительно, чтобы воду не носить. Но, с другой стороны, такое огромное вот это вот количество здесь волос, этого кончика, он широкий. Это для больших работ, в общем-то. Либо, действительно, для вот этих вот таких вот... Он капает даже. Но я это сейчас взял для эксперимента. Для чего? Чтобы заменить этот самый... Флейтс. То есть, я не хочу носить две кисточки, я хочу носить вот одну. Видите, у нее есть все качества. Она широкая, с одной стороны. С другой стороны, она, ну, идеально тонкая. Вот здесь, на кончике-то, она идеально тонкая. То есть, ей можно и давать очень широкие линии. Посмотрите, я вот сейчас вот одну кисточку подпачкаю. Ну, собственно, а что подпачкает? Я не знаю. И вот, смотрите, вот голубая, да? Она широкая такая вот. Оба! Чем не флейтс? Вполне флейтс. А я еще тут вот, когда демонстрировал работу китайскими каллиграфическими кистями, поищите, видео у меня есть, то я еще показывал там приемы, например, вот такие вот, когда берешь один цвет, а потом добавляешь еще другой, ну, желательно близкий, то можно провести вот такую линию, видите? Голубая с зеленой. Но этой воды здесь намного не хватит. Все, кисточка, так сказать, запачкалась. Она годится только теперь для работы сине-белым. А чтобы, ну, да, и там уже воды не осталось почти. То есть, это такая штука, которая больше специфично будет подходить для туши. Не знаю, но мне нравится экспериментировать. Я сейчас попробую сделать этой кистью акваскетч. Посмотрим, что из этого получится. Задача моя, задача сделать максимально лаконичный рисунок, максимально лаконичный. Вот как я бы его делал? Я на улице дольше делаю. Вот как бы я его делал на улице, например? Для этого я возьму... Да, и вот то, что здесь вот это все, это мне не мешает. Я когда здесь нарисую что-нибудь, то вы увидите, что это будет, так сказать, на пользу пойдет, скажем так. Вот. Ну, что мне надо-то? Ой, как всегда я сажусь работать? Вот эти... Я же, видите, я человек спонтанный. Собрался нарисовать, потом думаю, а что бы мне это не записать? Взялся записывать. Взявшись записывать, я тут же понял, что надо, надо рассказать, записать, показать. А сам не успел подготовиться. Итак, мне надо будет вот этот вот шарик, гелевую ручку. Ну, вот нужна ли будет ли мне моя любимая вот такая ручка? Я не знаю, я подумаю. Но главный инструмент в данном случае вот эта вот кисть моя хитрая. Причем их будет две в данном случае. Опять же, это опять отход от задумки. Потому что... Так, которую я запачкал-то? Эту. Да, вот эта у меня голубая. Вот эта. А вот эта, но они неотличимы практически, черт побери. А, нет, почему? Вот эта красненькая. Вот видите? Зачем вот эта штучка, знаете? А потому что они вешали вот эту вот кисточку вот так вот. Вот. Это красненькая, она чистая. Она и будет красненькая. А зелененькая будет голубенькой. Итак, максимально лаконичный рисунок. Делаем. Глядя на фотографию. Я, когда вчера ходил, я, может быть, выложу это видео. Видите, как она коробится? То есть, не лучший вариант. Видите? Кончилась уже здесь эта самая вода. Поэтому эта кисть годится, если рисовать акварелью, то только, только с банкой воды. Значит, носить с собой на пленеру ее не очень получится. Ну, либо носить с собой еще запас воды. Хотя сама по себе вот эта идея работы широким флейцем и одновременно тонким кончиком, это, конечно, очень хорошая идея. Чем хороша вот эта бумага? Очень фактурная. Я люблю эту бумагу очень фактурную. Я уже рассказывал, что такая богатая фактура, она все время работу оставляет в графичном стиле, в графике. Поскольку все время сквозь вот эту пупырышки просвечивается белая бумага. Я не убиваю белый цвет везде, даже пятно нанося. Ну, конечно, покоробилось. Я понимаю, почему я отложил. Ну, я его обязательно дорисую. Сколько здесь листов? Листов пять, наверное. Нет-нет, я дорисую. Но перо сейчас, скорее всего, не пойдет по ней, потому что она слишком, вы меня видите, как прямо коробится под этим самым. Поэтому я буду рисовать шариковой ручкой. Ой, господи, гелевой. Что там у нас? Вот так вот. И, собственно, опять сверхзадача. В чем сверхзадача? А вот показать этот контраст. Нет, вообще сверхзадача, моя-то личная сверхзадача, она совсем в другом. Это уж если говорить обо мне, так сказать, хвастаться там, не хвастаться. Да нет, почему хвастаться? Оправдываться, скорее всего. Моя-то сверхзадача по жизни – это иркутская архитектура. Я же архитектор, я сюда и приехал как архитектор, и остался работать как архитектор. И художник я больше архитектор, как вы понимаете, но еще и книжный график, график еще при этом. Поэтому моя-то задача – это сверхзадача, это иркутская архитектура. Вот чем я отличаюсь от многих художников, которые уличные художники, себя называют. Там, сейчас подойди-ка к этому Кантею. Там Иркутск продают во всех позах. Вообще поимели бедный Иркутск. Наши художники поимели Иркутск во всех позах. А еще, когда я выходил туда, на эту панель впервые, и один-единственный, можно сказать, я там один-единственный, я там рисовал Иркутск. Все остальные что только не рисовали. Ну, люди не понимали тогда, что можно город свой так рисовать. Да, действительно, тогда было-то художник. Шипицын только делал афорты по Иркутску. Кузьмин художник-живописец и Костовский. Все, больше я не помню художников, которые бы вот… А, ну, Шпирко. Нет, живописцы-то были. Живописцы-то Иркутск писали. Но в таком, в классическом живописном виде. Александр Сергеевич Шипицын только делал шикарные афорты. Он и сейчас белый, дай бог ему здоровья. А вот в таком вот, как бы, в масштабном, архитектурном, ну, когда это становится серийной работой, когда это становится смыслом, смыслом жизни, смыслом работы. Вот, собственно, для меня это так и стало. Поэтому это для меня сверхзадача. Вот, поэтому я не то чтобы с ревностью, ну, как-то свысока, что ли, снисходительно смотрю на все вот эти вот попытки рисовать Иркутск всеми другими. Потому что я вижу, что за ними, за ними стоит не сверхзадача, там, иркутской архитектуры, страдания, там, за уничтожаемый Иркутск. В лучшем случае там стоит чисто торговый интерес продать эту красоту. То есть, ну, как у фотографов наших, у гламурных. Обратите внимание, они вытягивают из Иркутска все такое красивое, либо такое ностальгическое, умильное и так далее. И все это дело на продажу, на продажу. Ну, на продажу в данном случае это не обязательно же за деньги. Что такое продажа? Это, собственно, получение какого-то, какой-то выгоды, да и все. Выгода может быть в виде славы, в виде медалей, в виде наград, в виде лайков, в конце концов, да. Вы меня можете упрекнуть, а ты что, делаешь это не для лайков? Да, честно говоря, нет. Вы знаете, я сколько раз говорил, и я не один раз уже это доказывал. Смотрите, как фактура работает хорошо. Это не один раз доказывал, что вы мне не будете ставить лайки. Вы у меня не будете покупать, что, собственно, и не покупаете. Так это же не значит, что я брошу это дело. Я все равно этим буду заниматься. Собственно, я так и есть. Я вот сейчас практически принципиально не продаю эти работы. Принципиально, да, по лене, по своей, да, потому что это не моя задача, вот, понимаете. Я уже сколько раз обращался в том же интернете, в фейсбуке. Я ведь не против того, чтобы эти работы продавались. Совсем не против. Только вы их продавайте, со мной делитесь доходом. Я-то не пойду продавать. Я-то сам не буду стоять в магазине, да. Я сам рекламировать не буду, не могу, ну, буду, вернее, возможно, придется. Но мне это прийдет. То есть я это буду делать, так сказать, по нужде. А для того, чтобы торговать искусством, есть профессиональные галеристы там, просто арт-менеджеры. Есть? Ну, вот, пожалуйста, приглашаю любого арт-менеджера. Возьмитесь. Кстати, работа вполне может быть удаленная. Вот. А учитывая, что мои работы покупают больше-то москвичи, кстати говоря, по разным причинам я еще поговорю об этом, то действительно вы можете и в Москве это все продавать, в конце концов, себе. Я же ведь не против, пожалуйста, и вам доход. Если будете продавать регулярно, но только то, что я делаю. Ведь что произошло? У меня были, так сказать, желающие, которые приходили ко мне. Причем у нас, к сожалению, этим заниматься пытаются все дилетанты. Не профессиональные искусствоведы, не профессиональные продавцы искусством. Таких практически нет в Иркутске. Да и есть ли они вообще в жизни, в мире. Вот. Первое, что они мне говорят, о, нет, это на продажу не пойдет, ты нарисуй вот так. Вот это пойдет. Да я лучше не знаю, что пойдет. Тоже мне открытие сделали. Я, конечно, знаю, что пойдет на продажу. Совершенно верно. Вот это пойдет. Вот это пойдет. Я имею в виду, что вот гламур, голенькие девочки симпатичные, танцующие, там, ну, термортики для старушек. Такие красивые виды Иркутска, именно красивые виды Иркутска. Так вы знаете, где он, где опять происходит то, о чем я говорил, происходит симуляция, симулякор такой Иркутск. Столичный город там и так далее. Все это можно найти, конечно, в Иркутске при большом желании, но, к сожалению, для меня лично все это забито, закрыто. Вот то, что я вижу, то, что я сейчас вот рисую, видите, да? Я уже начал объяснять, что я, почему я сейчас рисую. Это контраст, вот этот контраст, вот этого вот уничтожаемого города. Вот он. Вот низ вот этот, черный низ такой, да? Я, конечно, его не буду прорисовывать. Я уже говорил, что для искусства чувство меры – это главное. Поэтому мера детализации, она, ну, очень важна. Вот. Так вот, дальше про сверхзадачу. Вот моя сверхзадача, конечно. Это и есть моя сверхзадача. Она со мной пожизненная, моя сверхзадача. Поэтому я на всех торговцев иркутскими видами смотрю, ну, снисходительно и с некоторой долей такого, я не скажу, что это презрение. Это, скорее, жалость такая. Ну, людям надо жить, им надо торговать. Они научились только лишь рисовать вот эти виды по фотографиям. Они по фотографиям срисовывают. Вот. И теперь продают. Они поняли. И мне это стало неприятно. Я-то в перестройку-то у меня тогда накопилось много эскизов в 90-е годы. А я Иркутск начал рисовать с 76-го года, буквально с первого дня приезда сюда в город, в Иркутск. Вот. И я тут же пошел его рисовать. У меня был преддипломный проект, он назывался «Восстановление реконструкции исторического Иркутска центра, исторического центра». Поэтому фотография-то еще не так была распространенная. Это же была тогда пленочная фотография. И действительно, почему нужны были эти городские зарисовки? Понимаете? Тогда фотоаппарат, это чтобы пойти нафотографировать, пленка стоила 36 кадров в этой самой пленке. 36 кадров. Пленка стоит, ну, относительно все-таки, недешево, да. Но, чтобы сфотографировать, потом-то надо еще прийти и все это где-то в темной комнате, найти темную комнату. Должен быть этот проявитель-увеличитель. Он у меня, слава богу, был по жизни еще с детства. И я его с собой в Иркутск привез, да. Увеличитель был. Нужно это все сидеть и ночью, в основном ночью, потому что в темноте же все делалось. Сейчас, наверное, многие об этом не представляют. Чтобы одну фотографию получить, на нее надо было убить ночь. Ну, одну, две, три, четыре, пять, десять. Когда фотографируешь из 36 кадров, там, ну, бракованных получается половина. Потому что настраивать все надо было вручную, там, выдержка. Сейчас уже никто и не помнит, когда фотографируют, да. Вот сейчас наши современные фотографы, они фотографируют, они даже, наверное, не знают таких вещей, как выдержка, там, диафрагма, экспозиция. Если знаешь, только теоретически, поскольку все делает автомат за них. Это я к чему? Что фотография, вот еще совсем недавно, смотрите, 50 лет назад, она была, вернее, не фотография, а рисунок живой, рисунок, он был естественный. Эти зарисовки нужны были для работы, мне для работы, понимаете? Я пошел, нарисовал, ну, у меня сохранились эти карандашные рисунки, вот, и они мне нужны были для работы. Мне было проще, короче говоря, проще нарисовать тогда, нежели сфотографировать, а потом печать отдать, печатать самому. А в печать отдать-то вообще тогда и негде было. Вот, печатать самому, потом, значит, ой, сушить, кстати, фотографии надо было, глинцевать их надо было. Это целая-целая вообще профессия, ремесло. Вот. Именно поэтому я начал рисовать Иркутск, потому что это была моя работа, для работы, понимаете? Не для продажи, потому что мне диплом надо было делать, и мне нужны были эти Иркутские зарисовки. Понятно, да? Зачем они мне нужны-то были? Вот эти Иркутские зарисовки, вот, того времени, и вот это рисование того времени, оно наполнено смыслом, понимаете? Честным смыслом. И потом, когда наступила перестройка, все вышли торговать, кто чем, художники вышли торговать своими картинками. Вот. И я тогда был первым, кто вышел в Иркутске. А у меня были какие картинки? А у меня и был Иркутск. И я это продавал. А поехали иностранцы. В огромном количестве поехали иностранцы. Тогда открылся этот железный занавес. Вспомните, 87-й, 88-й, 90-й год. Работы нету. Все пошли в бизнесмены, в эти самые, ну, бизнес по-русски называется. Все начали зарабатывать. И к искусству прилипли очень многие, прилипалые, ну, которые поняли, что на этом можно тоже заработать. Вот. Если я-то вынес свои картинки, ну, те, которые у меня были на продажу, и очень удачно их раз продавал, иностранцы брали вот эти такие вот картинки мои в лед, как говорится, да. Я тогда работал в Иркутске граждан... О, нет. Я тогда работал, господи, забыл название этого института, я там дизайнером работал. Вот. Он... И... Бум-то, как его? Гипробум. О, институт Гипробум. Это от слова бумага. Государственный институт проектирования бумажной промышленности. Этот институт специально создавался для поддержки байкальского лицеллоза, этого комбината, который был построен на Байкале. Вот. Сибгипробум. Я там работал как раз. У меня была там мастерская на набережной, моя дизайнерская. Я там работал, и в обед или по вечерам... И я там же и жил, как всегда. Я всегда в мастерской живу. У меня там была мастерская, я в ней жил. Вот. И я начал выносить эти картинки на продажу. И они в лед стали уходить. Тут же нашлись пройдохи, которые поняли, ну, как это, просекли, да, называется у них. Что это очень выгодная тема, оказывается. И вдруг стали рисовать этот самый Иркутск. И даже с тех пор появились несколько тут художников, которые теперь Иркутск рисуют. Но они его рисовали и рисуют не для... Не потому, что у них это сверхзадача именно Иркутская архитектура, а потому, что хорошо продается. Все. Разницу чувствуете? Вот я надеюсь, вы эту разницу чувствуете. Сверхзадача. Потому, что у тебя была тема дипломного проекта. А дипломный проект я тоже выбрал, это ведь не просто так. А потому, что я приехал и, будучи очарованным, да, этим городом, я взял эту тему. Кстати говоря, не будучи иркутяниным, я как-то сразу уловил вот эту вот уникальность города. А иркутяне, наверное, они к этому привыкли. Все-таки город родной. И, что удивительно, все взяли совсем другие эти дипломные проекты. Может быть, они знали тогда уже конъюнктуру павловскую. Павлов это был тогда и был, и остается. Ну, он сейчас уже почил. Павлов это был главный архитектор в Иркутске. Ну, и по должности, можно сказать, главный архитектор института. И по своему творческому статусу. И он же и преподавал. Конечно, он воспитал целую кокорту архитекторов иркутских. Но вот я так или иначе оказался в их числе. Поскольку я пришел в Иркутск, из Новосибирска приехал. Вот. И влился в эту группу. Первый выпуск. Елена Григорьева из знаменитых нынче архитекторов. Владимир Стегаевы. Марк Мейерович. Это все мои сокурсники, однокурсники. Вот. Я, по сути дела, их однокашник. Другое дело, что я с ними проучился-то сегодня чего-то, по-моему, полтора или сколько-то, ну, четвертый и пятый курс. А это было уже дипломное проектирование. Но речь не об этом, речь о сверхзадаче. Поэтому вот это мое рисование Иркутска, оно естественное, как вся моя... Оно по жизни мне естественное. Я рисую Иркутск и начал рисовать, и до сих пор рисую, не для того, чтобы его продавать, а потому что надо мной давлеет вот эта сверхзадача сохранения исторического Иркутска. Я так вольно или невольно, пройдя долгий путь за 50 лет, там, преподавателя, книжного графика, художника книжного издательства, дизайнера, я все равно к этой теме вернулся. Я вернулся на 50 лет назад в свою молодость. И последние 10 лет, будучи на пенсию, уже уйдя из института, вернее, я ушел раньше пенсии. Я просто не смог там работать уже, не в моготу было. В общем, работать в этой системе высшего, или, как я его называл, верхнего современного образования, мне было все время стыдно перед студентами за тот уровень, который мы им не могли дать, за тот уровень, который они там... Ну, ладно, сейчас речь не об этом. Я ушел. И я вот последние, ровно до 12-м году я ушел, вот 10 лет. 10 лет я рисую Иркутск вообще уже запоем, так сказать. Если раньше я это делал, так или иначе, как-то всяко-разно, то нынче я это делаю просто. Я вернулся и наслаждаюсь вот этим вот своим недорисованным, недоделанным Иркутском. И по сути дела, что происходит? Я свой проект сохранения и реконструкции исторического Иркутска вольно-невольно как бы держу в голове, и вольно-невольно вот он у меня сюда вот на мои работы, на мою тему, на мою сверхзадачу и выливается. Вот. Тут снег лежит, и я не знаю, надо ли его рисовать. Я подумаю. Ну, а то, что небо попало на крышу, ничего. Крыша, она темная. И вот эти вот пятна, казалось бы, нерегулируемые, как кто-то называет абстрактные. Нет, абстрактными ты их не назовешь. Ну, тут вот снег. Ну, вообще снег вот тут есть, поэтому здесь будет логично появление белого. Другое дело, что придется вводить белую гуашь, а это нежелательно. Хотя, смотрите, опять же, для чистой акварели это вообще вредно, гуашь. Это все, акварель перестает быть акварелью. А для иллюстрации, а я-то ведь иллюстратор, я себе поэтому это позволяю. Это во-первых. Во-вторых, опять же, смотрите, я это делаю не для конкурса, не для продажи. Поэтому мне нет необходимости выдерживать, так сказать, вот этот вот шаблон, или не шаблон, как это назвать-то, это требование стопроцентной акварели. Вот все-таки я кашляю, да? Иллюстрация, она позволяет использование, в общем-то, разных материалов, потому что конечные результаты иллюстрации это типография. А типография, как вы понимаете, она там совмещать можно. Ладно, это отдельный разговор опять, я прыгаю с темы на тему. И уже даже начал забывать, с чего я начал этот разговор. Вот все-таки... А знаете, почему начал кашлять? Потому что много говорю, болтать меньше надо, черт побери, да? Меньше надо болтать. Вот что тут нам построили? Я вчера, когда гулял здесь, вот я туда ходил, я, может быть, выложу. О-о-о, кстати говоря, ну, елки-палки. Я же обещал делать быстрые-быстрые рисунки. Ну и где я здесь быстрые-быстрые? Я опять, опять я начал тут разводить такие вот... Своё обещание вот нарушил. Хотел делать очень быстрые рисунки. Ну, не знаю, попробую. Но это меня вот эта бумага немножечко, как бы это сказать-то, отвлекла, или, точнее сказать, соблазнила на эту прорисовку. Ну, не знаю, буду ли я следующий делать быстро. Ну, я-то хотел сделать за 15 минут три рисунка. А получился опять, вот растянул. Ну, ещё и болтовня моя многое время, так сказать, требует. Вот такая интересная там реш... это рама. Да, она так и есть здесь. Это вот необычная, да, вот. Здесь вверх полукруглый, арочный, вот он вот такой вот. А низ тройной. Ну, вообще, необычное сочетание такое. Оно немножко надуманное. В каком стиле построена это церковь, не церковь? Так вот, я ходил вокруг вчера этой штуки, она ещё не достроена, и зайти туда пока что нельзя. Там как бы стройка идёт. Судя по архитектуре, это что-то такое опять грузинское. Почему опять? Потому что где-то тут рядом стоит ещё одна армянская церковь. А это что-то тоже какое-то не то католическое, ну, на православную не похоже храм. Будем узнавать, что это за храм такой там строят. Там крест. Крест там, по-моему, католический. Ой, я плохо разбираюсь в этом самом всех этих ритуальных, религиозных, конфессиональных нюансах. Нет, ну я, конечно, я понимаю, что такое православная церковь, отличаю её. А вот все вот эти ответвления, христианства их же много. Тем более, что грузинская церковь христианская там свои традиции, в том числе и храм, храмовые церковные традиции свои, да? У армян свои. Христиане, поляки же ведь тоже христиане, но христианство, по-моему, это совсем другое, да? Христианство. Ну вот, так вот примерно, да? Что ещё? Что ещё? Так, 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 а, ну да, здесь-то ведь надо же тоже эти дома отрисовать. Ну вот, я уже здесь больше не буду. Ой! Вот вы посмотрите, что творится. Ну вот как вот тут будешь... Ай-яй-яй. Это вот этот потёк. Всё-таки надо мне избавляться. А вы представляете, на улице то же самое. Так, делаю паузу, вытираю руку. Ну, конечно. А это несмываемые чернила-то у меня, да? Если кто помнит, я рассказывал, какие чернила я тут взялся использовать. А они вот здесь, вот в этом самом, вот в моём самодельном линере, кажется, и потекли. я вот так вот в руке его держал. Ай-яй-яй. Ну ладно. Ну что, ай-яй-яй, да ладно, это мне не привыкать в конце концов. Так, что тут у меня? На чём я закончил? Я закончил вот на этом. Надо ли здесь вот это? Наверное, надо. Я имею в виду... А, здесь такая резкая красная идёт. Ну что, видите, мы поняли, что вот этими, вот этими кисточками без воды дополнительно. Резервуара здесь ну явно не хватает. Явно не хватает, поэтому я сейчас буду использовать как-то, чтобы не ходить под кран далеко. Я буду вот так вот использовать. Кисточку менять не буду, а воду вот я налью. И что тут у меня? Здесь у меня голубая, а где моя кисточка? Так, вот она. А это должна быть красная, да? Да, и вот здесь вот понизу идёт вот капнула. Но ничего. Эта случайность, она как раз приносит вот так вот. Там идёт понизу такой дом с кирпичным низом, а у машинок тут у школы я красное взял, вот тут вот всегда красные фонарики сзади. Вот. Ну вот и всё, и кисть надо идти мыть, ей уже работать нельзя, поэтому делаем вывод, что, ну что, всё-таки надо использовать инструменты по их назначению, хотя работать так интересно. Делаем вывод, мне надо найти кисть, она у меня такая есть, она должна быть в два, а то в три раза тоньше, но по длине должна быть такая же, чтобы ей можно было работать и как флейцем, и так вот. Такая кисть у меня почти есть, а вот это, для той цели, которую я сегодня пытался, значит, использовать, или как бы демонстрировать, они всё-таки не подходят. Оставим их для, для каллиграфии, но поскольку я каллиграфией, навряд ли уже займусь в той мере, в какой это требуется, поэтому даже могу мне на продажу, что ли, выставить все свои инструменты, их так много осталось. Ладно, сейчас, вот у меня другой брошпин есть, а что мне надо? А, да, я хотел, так нет, тогда и это пойдёт. Здесь, оранжевую мне надо, вот такую вот, нет, не красную, а более оранжевую, вот такую, здесь вот дом, да, вот такой вот дом, и там кровли, да, да, дом, и там такая коричневая купол, тоже ведь имитация, помните, я вчера рассказывал про симулякры, про имитацию этой, замка в центре Иркутска, ну, здесь вот тоже оттуда же идёт, но, тем не менее, здесь вот этот вот купол сделан более-менее органичным, а по углам здесь сделаны такие штуковины, которые я вчера раскритиковал, но сейчас не буду об этом говорить, я всё-таки поставлю то видео, которое я вчера делал, и вы поймёте, о чём речь, вот, а там, значит, сделаны вот такие вот странные балконы, не балконы, ну, какие-то такие конструкции, мягко выражаясь, прямее сказать, это какие-то фиговины, такие вот, по углам, они по четырём углам сделаны, это вот, как бы им название-то придумать такое приличное, каприз архитектора называется, вот, когда архитектор не знает, что бы такое сделать, чтобы простую форму, а форма-то это простая, господи, ну, чё тут, ну, простая, что бы такое придумать, чтобы это как-то вот сделать красивше, вот, наши архитекторы, они тоже работают по принципу, как бы сделать покрасивше, вот они, чтобы покрасивше приделали эти уши вот этому дому здесь вот, такие металлические, и вот они как бы, ну, простые люди смотрят на это, ничего понять не могут, а им и не надо понимать, простым-то людям, да, они думают, что так и надо, они не понимают, что из их кармана вытащили 200 тысяч рублей из бюджетного кармана или откуда-то, и за этот счёт архитектор вот тут немножечко поизгалялся, делав вот такие вот уши, вот примерно такие же уши есть на здании возле, ну, не уши, а такая металлическая конструкция, возле, да, кстати, здесь арочное такое окно, вот, рекламные такие вот металлические конструкции есть на рынке, они все, что ли, там, круглые, не могу понять, по-моему, все, да, даже если не круглые, то я нарисую круглые, вот так вот, ну, где-то с этим перекликается, между прочим, да, может быть, это тот же самый архитектор делал, здесь тоже много, да, надо отдать должное, здесь вот тоже много, сейчас я вот это вот нарисую, так, так, там, что-то так, я не буду пересчитывать количество всех этих вот подъездов, там, там есть вот такие круглые моменты, арочные, имею в виду, вот, и обратите внимание, как это начинает работать, я, кстати, часто ругаю иркутскую ансамблю, называю ее иркутская ансамбля, вот, ну, здесь можно вот при желании усмотреть некоторую ансамблевость, вот, в этих арках, вольно это сделано или невольно, я не знаю, специально или не специально, или случайно, не знаю, но будем надеяться, что это сделано продуманно, хотя я подозреваю, что у нас все делается, у нас все делается по наитию и случайно, даже гадости, а уж про хорошие какие-то моменты, вообще, большие сомнения, это тут балконы такие, какая широкая, шикарная перо я придумал себе, это, помните, я рассказывал в предыдущих видео, про этот самодельный линер, он пока работает, я доложу, когда он перестанет работать, обещал делать быстро, вот эти окошечки, они там меньше, надо делать быстрее, быстрее, лаконичнее, здесь вот так вот сделал, здесь сделал, здесь птички летают, я не знаю, что это, здесь деревья есть, там вот, там тоже деревья есть, а здесь дорога, здесь машины ездят, здесь так вот, здесь какие-то там перепады, лестница, туда идет, ну, это далеко уже, и поэтому даже и рисовать-то бы и не надо было, я же обещал делать быстро, ну, как-то так, это же вообще не главное место, вот это вот, вот ведь главное, поэтому здесь вот, надо еще чуть-чуть пометить, показать, вот так вот, и там нарисовать машинки, вот видите, я меняю инструмент, это плохо, ну, хотя бы я сегодня ограничился несколькими, если не тремя, то не больше четырех, это гелевая ручка, видите, да, это, вот эта вот кисть китайская, которая и вроде бы и сработала, и вроде бы все равно не совсем сработала, вот, и, ну, я понял, это же, мы же учимся, я понял, что кисть должна быть примерно такая, и я как-нибудь, если кто будет отслеживать и смотрит за мной, да, то я как-нибудь найду кисть подобную, но которая будет стопроцентно выполнять ту задачу, о которой я говорю, тут вот человек какой-то идет, хочу сесть порисовать силуэты людей, вообще, я уже говорил про своих человечков в моих этих работах архитектурных, люди у меня антураж, я уже говорил, что я поначалу, даже как, будучи архитектором, да, когда рисовал это вообще как архитектор для своих архитектурных задач, то я вообще людей не рисовал, то есть мне же город нужен был, то есть как бы люди, люди это всегда сюжет, люди это всегда что-то происходит, люди это, это, это жизнь какая-то, а архитектура, она для меня всегда была самодостаточная, то есть это как, как объект, самостоятельный арт-объект, скажем так, сегодня, может быть, неудачное слово, но модный термин, да, архитектура это самостоятельный арт-объект, в общем, да, так оно и есть, если пользоваться современными терминами, ну, в общем, да, вот так вот я почти нарисовал, осталось что, подумать, вот здесь, видите, снег, значит, это зима, вводить сюда белые, как-то не очень хочется, но надо, будем, белых у меня есть два, это есть моя любимая белая гуашь, и белые, вот этот вот, этот, куда мы нанесем белые, вот сюда, на крышу, правильно, я почему не использую гуашь, поскольку она здесь еще не просохла, вот эта вот штука, и белая гуашь, она тут же, тут же станет, так, здесь есть, здесь есть, ну, здесь добавим, так, это белая, белая здесь, вот, вот здесь снег лежит, вот, будет ли это понятно, вот, а с другой стороны, а зачем, чего я волнуюсь, кому понимать, вот лежит, лежит, я его нарисую, вот, он вот на низ скатился, да, а сверху кровля там, если кто фотографию, если кто помнит, эту самую мою, первую, картинку, ну, которую я показывал, показывал же, да, сегодня, там много деревьев, деревья, 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 следующий рисунок, я все равно нарисую, сегодня, но я все-таки, я его буду рисовать, немножко другими материалами, так, здесь тоже лежит, снег, и что мне здесь не хватает, надо чуть-чуть избавиться от лишних пятен, но эти, эти уже кисти, я уже не буду использовать, я уже понял, что они, для другого предназначены, воды у меня здесь нету, поэтому я буду использовать браш-пен, а для чего, чтобы вот, эти окна, эти окна, вот здесь вот крыша плохо попадает, я сейчас тоже подсвечу, вот что, вот так вот, я не буду окончательно забеливать, сделаю это вот так, чтобы выделить все-таки крышу, кровлю, чем отличается крыша от кровли, кто знает, ну-ка, скажите-ка мне, знатоки архитектурных терминов, вот, интересная задачка, да, чем отличается крыша от кровли, ну что, будем вот это убирать, ну, в принципе, почему бы и нет, кулюш, я взялся тут белым использовать, видите, какой шикарный карандашик у меня, акриловый, очень укрывистый, универсальный, вот, но вывел я эту работу из разряда чистых акварелей, хотя кто это заметит, вот если вот так вот, если обманывать, какой-нибудь жюри или еще что-нибудь, кто заметит вообще, никто, но сам я знаю, ну, в общем-то, как говорят многие художники, не важен способ, важен результат, и так, здесь вот эти вот темные, вот что мне надо, они темные и с таким, с голубоватым, вот, вот так, а еще я добавлю туда чуть-чуть бирюзы, зачем? Ну, чтобы стекло, все-таки, у нас есть такое, ассоциация стекла с зеленью, да, кстати, забыл, самое интересное место, но здесь, видимо, придется все-таки использовать мне вот этот, у него, чем он отличается, вот опять же, видите, у моей любимого брашпена белого, это мой, мое изобретение, белый брашпен, заполненный белой гуашью, жидкой, вот, а, да, забыл еще вот здесь порисовать, зря я раму рисую, я же ее оставил специально, беленькую, а сейчас сам взял и закрасил нечаянно, вот тут, в акварели, которая сочетание идет с рисунком, вот с этим, она должна быть прозрачная, да, акварель, в принципе, всегда должна быть прозрачная, чем прозрачная, тем лучше, поэтому, ну, я вот, это мой недостаток, опять, я могу себя покритиковать, я очень работаю часто в полную силу, и карандашом, да чем бы ни делал, я все время в полную силу, я, у меня какой-то нежности такой нету к материалу, я, это мой недостаток, недостаток, вот, больше, мне нравятся рисунки девочек часто, такие нежненькие, нежненькие, чуть-чуть подсвеченные, я все мечтаю такие делать, в компьютерной графике такое получается, а как я только беру вот эти вот материалы, реальные, то я увлекаюсь и переборщиваю с этим всем, да, ну, видимо, здесь тоже надо белые проблески, да, 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 конечно, ограда, там достаточно выражено, что я нарисовал, что это ограда, да, понятно, плохо то, что я, ну, несколько цветов, видите, коричневый, коричневым, опять начал рисовать, там, голубое, голубым, нет, конечно, должна быть более интересная, более самостоятельная такая цветовая, цветовое решение, самое примитивное, что можно придумать, это действительно цвет, пытаться тот самый поймать, вот, где-то так, где-то так, где-то так, что машинку будем красить, или белая останется, не знаю, надо подумать, вот, да, я хотел вот тут, вот, ну, тут ее не видно, практически, беленькая крыша, здесь вот, да, по верху лежит, как всегда, заборы, ограды, снег, может быть, он на самом деле там и не лежит, да, вполне возможно, но когда я это нарисую, я же все-таки художник, я же хозяин ситуации, то станет, то будет лежать, то будет лежать, ну, как-то так, и вопрос, какую ставить, дату-то сегодняшнюю или, или вчерашнюю, и, как всегда, себя критикую за то, что я долго рисовал, долго рисовал, вот то, что сейчас я коричневым сюда сделал, это не просто так, это все-таки попытка, вот, создать вот эту вот гамму, ту самую ансамблю, но только уже в изобразительном варианте, в изобразительном творчестве, я поддержал этим, как бы, коричневым, вот этот вот коричневый, и все начинает, как бы, вот это вот, все время дуэты должны быть в работе, вот здесь вот сейчас светловато, ну, я не знаю, может быть, вот так вот это, вот такое вот интереснейшее сочетание линии и пятна, оно вот, да, тут тоже мера нужна, понимаете, где линия, где пятно, где краска, это сложнее, между прочим, чем просто рисовать только пятном акварельным, то есть делать чистую акварель, и это сложнее, чем просто рисунок черно-белый, вот такое вот сочетание, потому что появляется уже сочетание материалов, а я сам себе вот люблю усложнять эту задачу, жизнь себе усложнять, казалось бы, вот сколько я время потратил, а если бы я за это время нарисовал картинку на продажу, рублей за 500, то, ну вот, так и надо зарабатывать, да, а для меня это как-то не очень интересная задача, мне вот интереснее вот эти задачки ставить перед собой, вот их решать, понимаете, не сделать картинку, за сколько ее продадут, подороже, да, а вот, видите, я поставил перед собой определенную задачу, вы видели, да, слышали, я эту задачу, решал, и мне это было интересно, справлюсь, не справлюсь, ну, даже дело не в справлюсь, не справлюсь, а просто, ну, испытал материал, испытал кисточки, поборолся с материалом, я вот все время говорю, что борьба с материалом происходит, вот, я это сделал, здесь голубенькие эти фронтончики, не знаю, надо ли все-таки их превращать чуть-чуть, глушить, ну, надо приглушить, но боюсь, что они перетемнятся, ой, нет, перетемнятся сейчас, нет, нет, не буду, ай-яй-яй, ну, вот, почти подпортил, вот, я начинаю уходить, вот, вот, тогда надо здесь, вот, раз здесь затемнил, значит, надо здесь затемнить, да, ну, так, логичнее получается, где-то так все, да, так, как-то все так, много начал рассказывать, все не закончил, но, расскажу в следующем рисунке, сейчас я вот этот вот, я его отложу, он должен будет подсохнуть, вот, когда все это высохнет, то бумага натянется, собственно, для чего делается эта склейка, как я уже объяснил сначала, склейка не совсем удачная, поскольку бумага выбрана очень тонкая, на ней можно рисовать карандашом, там, материалом мягким, ну, для акварели она почти не подходит, вот, либо не может быть многослойной склейки, потому что, сейчас я уверен, что на то, вот, на следующем слое появилась тоже вот такая вот, про, про, про эти, пятна, появились, вот, там же тоже люди ходят, да, только поменьше, вот, ну, так и что, какое число-то ставить, вчерашнее или сегодняшнее, так, вот здесь вот это лишнее, но это, кстати говоря, остатки, надо тоже закрашивать, ну, вот такое сочетание белого, да, вот так вот лучше, правда же, вот так вот, ну, вот, картинка получилась, следующую обещаю сделать быстрее, я вот, по тому, по вчерашнему моему, путешествию, по улице партизанской, я сейчас сделаю, три картинки, одну вот сделал, и сделаю две, в другом стиле, в совсем быстрого, быстрого, но, тем не менее, скачево, акварельно скачево, такого наброска, то есть, должна, должен быть цвет, но очень-очень быстрый рисунок, вот, этот у меня получился, какой-то немножечко затянутый, ну, что, есть ценители, которые оценят эту графику, а в оформленном виде она вполне будет смотреться, ну, вот, когда откроют вот эту вот церковь, отнесу им, скажу, купите, у меня эту работу, где автограф, ну, здесь пойдет, да, ну, сегодняшнее, что ли, ставить, сегодня у нас шестое, или пять, ну, шестое, рисовал шестое, что там, 6 декабря, ого, перестало здесь писать, неожиданно, ну, вот, этот должен выручить, но я рискую его испортить, ну, да, это почему произошло, знаете, ну, потому что не высох еще акрил здесь, которым я это писал, вот, все тороплюсь, ну, вот, может быть, перевая ручка, да, не получилось одним рощерком, я думаю, никто это не заметит, кроме нас с вами, ну, все, работа закончена, будем считать, состоялась, да, почему нет, состоялась, ну, я могу покритиковать, есть места, которые, как бы, да, вот, но она же на то и эскизная, и в этой честности, эскизности, есть свои, своя прелесть, скажем так, да, вот, а вообще, я всегда говорю, отбирайте, отбирайте у меня карандаш, я сейчас начну портить, и все, вот так, все, вот, 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 Продолжение следует...